Те моменты, которые требуются не точнее, это когда соединены министерства, которые правозначены, а именно совмещение депутатами должности премьер-министрации, вице-премьер-министрации. Почему такое половичное совмещение? Непонятно. А ведь опять же, если мы возьмем справку об основании, то написано, берем лучший пример из мировой практики, вице-премьер-министрации и так далее. То есть совмещение должностей мистер-министрации, первого руководителя службы, подразделения, структуры, исполнительной лициклазии. Казать только пример вице-премьера. Если мы посмотрим на эту должность, с точки зрения нормы законодательства о выборах, с точки зрения регламента, то мы видим, что в принципе речь идет о том, скорее всего, это же у вас предположение, потому что на должности примера и вице-премьера будут выбираться первая-тройководительная фракция. Там немножко побыли, потом вернулись обратно. То есть здесь какая-то недоработанная норма, абсолютно непонятна на самом деле. Ее на деле расширять, то есть до того, чтобы можно было занимать министерские позиции с этими проблемами, либо надо ее выбирать. То есть не может быть такого, чтобы депутат только примером или вице-премьер. Следующая норма, которая тоже немножко такая вспомнена, это формирование правительства в течение 15 дней. Ну предлагается ввести сюда 25. Почему не 20 или 30? Вот эта логика непонятна, да? Потому что в обосновании, если посмотреть, я ввечу дело о том, что, оказывается, не хватает времени, чтобы составить программу структуры правительства. Мы уважаемые, структура правительства у нас более неустойчива. За последние 25 лет то количество министерства, государственных комитетов, горных органов, которые существуют, он уже устаканился. Если мы говорим о программе, то здесь уже слабо самих политфарк. Ведь мы же знаем, что, во-первых, главный программный документ в правительстве является законно-республиканской бюджетной. Уже все установили все направления и деятельности правительства. Собрал, срасходовал, потратил, просимносировал и как далеко. Есть, опять, естественно, стратегия развития страны. И здесь единственная программа, опять же, на нем полипартии. Какую программу должно составить правительство? Оно, чтобы зачеркнуть другие визиты. Такого не бывает. Мы же видим, что здесь, пусть небольшого, но ценного опыта формирования правительства Республики на основе 1950 года. Такое дело, как раз, эти программы сформируются на основе тех лозунгов или, скажем, программных направлений, которые созданы в предвыборных программах политфарк. Здесь все-таки надо делать уже перемычку с предвыборными обещаниями правительства. Опять-таки, то есть, если мы отговорим об этом и подходим с этой точки зрения, то непонятно, опять же, почему 25 лет. Тем более, опять же, и из опыта Кыргызстана, и из опыта других стран, мы же прекрасно знаем. Блежде чем отправить правительство в отставку, в голове уже имеются два-три варианта правительства. Тогда опять-таки получается, если мы говорим 15 дней, ну давайте внесем тогда уточнить, календарные дни или рабочие дни. Вот если внесем рабочие дни, получится 21 календарные дни, то есть тренинг. А тогда идет 25 дней, и опять же, остается на волю уже законодательства. Как педалировать, это будет 25 календарных дней или рабочие дни. Если рабочие дни, это более 35 календарных дней. То есть здесь же опять, скажем так, возможность для манипулирования. Следующая норма, которая следует и требует своего уточнения, это опять же статья 1.50. То есть проекты законов предусматривающего увеличения расходов. Да, они были у нас. Могут быть приняты, конечно, после определения правительства в случае финансирования. Здесь добавляется лишь согласие правительства. Мы понимаем, что это опять-таки изъян, который существует. Но это не конституционный изъян. Это изъян, который существует в законопроектском процессе. И решение этой проблемы, оно лишь в другой форме. А именно закон о самом деле правительства, как описано в регламенте Диурка Кеннерчика. То есть мы понимаем, откуда это пошло. Законопроекты, которые идут по линии правительства, не менее 6 министерств, обязательно являются в Министерстве, 15 министерств и юстиции. Законопроекты разрабатывают депутатами, такой нормы не будет. А приори считается по умолчанию, что законопроект, разработанный депутатом, направляется в профильный комитет, который на основе заключения профильного министерства соответственно дает заключение на законопроект. Если такая норма есть, это говорит о том, что это у тебя, конечно, не работает. Соответственно, опять-таки здесь нас говорили, что мы здесь хотим получить. Эффективный бюджет будет расходоваться, пополняться будет, пенсии, пенсионеры Баткенской, Народонской области повысить или что. Пока это тоже вопрос такой непонятный. И справки обоснования этого нет. Ну и тот момент, который, на мой взгляд, требует очень серьезного отношения, а та самая мина, о которой я говорю, это статья 96 Конституции Кыргызской Республики. Если посмотрите справки обоснования, то есть есть законопроект, вынесенный на общественное обсуждение дела в Киеве 29 ревеля, законопроект о референдуме, справка обоснования к нему. Потом есть сам документ предусматривающий изменения, справка обоснования к нему сравнение к таблице. Если мы посмотрим справку обоснования необходимости висения изменений, то мы увидим, что изменений по статье 96 отсутствует. Очень тщательно расписаны изменения по статье 95 и 97. То есть все прекрасно знают, речь идет о четкости судья, о том, что можно прослушивать и так далее. А вот статья 96, она умалчивается. Если посмотрим сравнительную таблицу, то как раз коллега уже попросил ее распечатать, то пункт 3, он отсутствует. Вот до 96 статьи, после 96 статьи, те пункты, которые предлагают утратившую силу, опять признают утратившую силу. Может быть это вопрос к профессионализму людей, кто готовил этот документ, аппаратчиком, хотел бы иметь качественно проработанный документ, а если он. Но опять нет. Речь идет о том, что 3 пункт, это акт Верховного Суда, является окончательным обжалом неподвижением. Соответственно, эту норму предлагается нам убрать. Что это означает? У нас включается судебный марафон, который может выдержать двух человек с собственным кошельком. Районный суд выиграть, областной суд, Верховный суд. Который, оказывается, тоже решение не может принять на контексте, но за то, чтобы обжаловать. И опять идет та же самая, скажем, круговерия. И в этой связи возникает вопрос. А зачем это вообще нужен Верховный суд? Какой трактовки? Может быть достаточно, когда обойтись местными судами. В общем, еще не решается. Точку никто не ставит. То есть это вот та вина, которая у нас зарожена. Вот как ее решать? Решения нет. Обоснование, почему убрали, что акт Верховного Суда является обучение, которое он не понимает. Отсутствует. Обоснование. Вот. То есть опять непонятна логика, какая еще законодатель. Что делать? Вот. На это надо обратить очень серьезное внимание. Просто я заветую. Те дискуссии, которые идут, они основаны все только на справке об основании, к поправкам. А вот по самому тексту дискуссий практически нет. И вот сегодня спасибо коллегам в Пробушковой Валентике, которые дали нам возможность высказаться по этой теме. Более того, решена еще одна миссия. В том числе, там больше будет дискуссии, я об этом заявлял уважаемый, я ошибаюсь, о том, что договора, международные договора по правам человека имеют в своем действии и приоритет. То есть понятно, что в Конституции 2010 года у нас вдруг появилась иерархия международных договоров. В других странах такого нет. У нас есть иерархия своего законодательства, соответственно, закон о нормативных правах. То есть Конституция, 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 законы, кодекс, законы, указ, разрешение, и так далее. То есть здесь как-то, лаз, еще можно подумать, но меня смущает то обстоятельство, что так и не решен вопрос, что такое международный орган. Напомню, это уже последняя мысль, о том, что именно на основе этой нормы Конституции, о том, что решение международного органа по правам человека является обязательным, идет в Крымской Республике, принимает силу себя для того, чтобы их выполнить или принимает меры для того, чтобы возместить ущерб. На основе этой нормы рассмотрим решение «Комитет по правам человека» по Аземьджану Наскалову, но не были раскоплены решения по, например, 12-ти другим людям, включающим в Сухово. Но, опять-таки, у нас, в законодательстве, нет определения международного органа. У нас есть определение международной организации, которая является межгосударственной организацией, следом, который является Крымской Республикой. И, соответственно, здесь у нас опять-таки подъем. Вот, хорошо, если мы оставляем, тогда необходимо внести дефинировку, что такое же народное орган. Ведь комитет ООН по правам человека, он не является, например, ускорным ООН. Он работает в качестве, ну, скажем, секретариата, по отслеживанию исполнения стран или фактов о гражданских и политических правах. Ну, и, соответственно, дает решение, там, разъяснение по обращениям, там, с фактов о том, что они или нет. И при этом там зафиксировано, что мнение комитета не является юридически обязательным. Да? Тогда вопрос. Почему он вверхом стоял, вверхом суткиргызской республики, взял подходы, и, плюс, рассмотрим дела, если у нас как? Да? То есть можно было это сделать. Да. Ну, это была последняя демарка. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.